И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители, покушайте всего того, что вращается и вертится у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт с модом Крейт. Как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, за кадром произошли кое-какие маломальские с одной стороны, а с другой стороны совершенно не маломальские изменения. В частности, эти изменения казнулись всей вот этой вот системе, которая у нас вот здесь предназначена для того, чтобы заниматься промывкой всех материалов. Я пытался это как-то оптимизировать таким образом, чтобы она работала постоянно, без перебоев, без изменений, и все это было более чем приемлемо. Но, как вы можете видеть, даже сейчас она работает не так, как мне хотелось бы. Да, казалось бы, с одной стороны они работают постоянно, но у них случаются задержки в секунду или чуть меньше, но тем не менее это бывает, из-за чего, возможно, эта система будет простаивать. Она у нас здесь, вы помните, то, что сначала поднималась сюда, потом шла обратно, и, короче, здесь была немножечко захламлена. Сейчас же я здесь размещил взвешенную катапульту, с помощью которой все у нас ресурсы попадают сначала вот сюда вот, потом он идет у нас в драйвер, в котором они базируются, для того, чтобы не было никаких вот перебоев по этим самым предметам. И в случае, если у нас выращенный кристалл полностью вырос, он отправляется у нас вот в этот драйвер, то есть это вот здесь вот небольшая система выхода. И вот таким вот образом у нас маломальским получается рост организовать всех этих кристаллов, и благодаря тому, что у нас предметы в этом драйвере размещены именно вот таким вот образом, сначала у нас растут, получается, маленькие кристаллы, и, получается, они проходят целый цикл роста. Только потом у нас берутся снова маленькие кристаллы, из-за чего получилось более-менее оптимизировать весь этот процесс. Но до сих пор я страдаю большой-большой проблемой, то что я не знаю, как сделать так, чтобы из этого драйвера половина шла вот на эту систему, а половина шла, получается, на повторную переделку. Возможно, потом это как-то мы сделаем, у меня есть парочка идей, конечно, с этим связанная, но сейчас не до этого. Я не помню, это было в прошлой части или в этой, но вот эта вся конвейерная линия у нас полностью теперь под землей, и она здесь не нагромождена. Просто более-менее аккуратно здесь это все происходит, и мне это, без сомнения, не нравится. Пока я вот этим всем занимался, конечно, уже проходило время, и, соответственно, проходили крафты. Так у меня удалось накрафтить чуть больше, чем стак вот этих вот механизмов точности, благодаря которым мы сможем с вами в этой части делать маломальские инструменты, которые получится у нас здесь с вами делать. И, в принципе, это все изменения, которые здесь у нас возникли, и которыми мы смогли здесь с вами воспользоваться. Итак, что же нам предстоит в этой серии? Мы также продолжим, пожалуй, изучать и продвигаться по линии квестов. Получается, здесь мы входим в третью главу, у нас останется только вот четвертый финал, но прежде, чем мы в нее будем входить, конечно же, нам нужно завершить все то, что ответвляется от первой главы. Это магматические работы. Здесь нам говорится то, что как только мы это изучаем, у нас появляется новая вкладка в главе 2. И также цинковые механизмы, но об этом чуть попозже, потому что они пока что не открыты. Так, и вот они, да, пожалуйста. У нас здесь появляются новые вкладки, которые здесь организованы. Я о них вообще ничего не знаю, и будет более-менее интересно. Здесь нам говорится то, что нам нужна вьющаяся лоза, которая будет также собираться в автоматическом режиме, и мы ее смогли бы также собирать для получения последующей эссенции душ. Хорошо, а здесь нам пишет то, что нам нужно сделать такую же систему для плакучей лозы, которые растут вниз потолка, и при желании можно сделать такую систему, которая будет и это, и это добывать одновременно. Это очень интересно, и, пожалуй, я этим сейчас и займусь. Для этого мне нужно отправиться в ад и надыбать побольше себе лозы, то есть вьющейся лозы и синенькой вот этой вот фиолетовой лозы. Я, правда, не знаю, в чем они отличаются, но тем не менее. А вот и, судя по всему, вот эта вот самая стебель вьющейся лозы, и нужно ее сейчас пособирать, постараться побольше. По-моему, она растет только на адском камне, так что не мешало бы и адского камня себе заодно здесь, раз уж я нахожусь, насобирать немножечко. Ну, заодно тут, кстати, и кобальт у нас находится, из которого мы сделаем с вами инструменты и починку для этих самых инструментов. Так что, в любом случае, нам здесь нужно просто и необходимо находиться. А, судя по всему, вот та самая лоза, которую я ищу, да? Она растет, как ни странно, на блоке незасканного нароста, то есть мне нужно пособирать вот такие вот инструменты. И собираю все, как я погляжу, а не только мотыгой. Хорошо, давайте сейчас попробуем это сделать, я просто не представляю себе, как это должно именно работать. Но у меня есть чуть больше стака, я думаю, этого должно хватить на какое-то время. Сейчас нужно еще пособирать немножечко лозы, и тогда можно будет отправляться домой. Ну вот мы и дома, и получается, нам сейчас нужно организовать такую же систему, как мы это делали и раньше. Я вроде все приготовил, и теперь основной вопрос, который у меня здесь встает, это где именно это нужно разместить. Потому что, как мы поняли уже ранее, не хотелось бы громоздить вот такую же систему по доставке одного предмета в другую часть карты и другого предмета в другую часть карты. Ну и думаю, вот здесь вот нормально будет, надеюсь, то что нигде это сильно не помешает, тем более, что здесь вот фермочки у нас уже есть, и в принципе можно. Я хочу ее разместить побольше, чем вот эти вот две, которые у нас 2 на 2 блока, и я думаю, что именно 4 пилы мне с этим сильно помогут. Я планирую как, то есть вот здесь вот у нас будет расти сама лоза. Она сможет вырасти на блок вверх, то есть вот на этот самый блок. А получается вот эта самая плакучая лоза будет расти вот на этом блоке, и между ними расстояние ровно в один блок. То есть единоразово сюда сможет вырасти либо вот эта вот, либо вот эта вот лоза. И получается каким-то способом у нас вот эта вот система должна все это безобразие собирать и отдавать в драйвер. Хорошо, осталось только это все реализовать и построить. Вот получается вот на этом как раз уровне у нас находятся наши пилы, которые должны это все собирать. Хотя я не уверен, что именно пилы это все собирать будут, но у нас другого в принципе инструмента, который смог бы это сделать, тут нету. Поэтому используем то, что имеем. Получается это самая компактная схема, которую я могу только сейчас придумать. У меня был еще один вариант, как это можно реализовать. То есть у меня здесь будут вращаться вот с этой стороны пилы и вот с этой стороны пилы. Во втором варианте схемы получается рост вот этих вот лоз с вот этими не будет конфликтовать. Но учитывая то, что в принципе это все будет вращаться достаточно быстро и все это будет достаточно быстро собираться, я сомневаюсь, что конфликты как-то могут нам сильно в этом деле помешать. Так что даже вариант с вот таким вот размещением я считаю более-менее уместным. Главное, что мы здесь сейчас вырываем котлован, который нам необходим, ставим те же самые механические плиты. Здесь мы должны как всегда разместить порт интерактивного хранения. А здесь порт, который будет все вынимать из нашей системы. И последний необходимый здесь инструмент для того, чтобы организовать запуск всего этого безобразия, это обычный сундук, который будет временным хранилищем для этой системы. Получается осталось здесь мне понемножечку разместить везде назырака, разместить здесь самую лозу и можно запускать все это безобразие, чтобы оно потихонечку работало. Как показывает практика, последний нюанс, то что вот эти вот 4 блока здесь вот, они не собираются всей этой системой, поэтому их можно не сажать в принципе. К сожалению, у меня закончился здесь назырак, и я погляжу то, что я совершил, возможно, самую большую ошибку, которую я мог только здесь совершить. Я здесь, несмотря на то, что разместил лозу, эти самые пилы ее не собирают. Возможно, они ее не будут собирать по одной очень важной причине, потому что они пилы. Вот это да. Но у меня есть здесь еще один способ, который я мог бы попробовать реализовать вместо пил. То есть обычные комбайны, по-моему, они так называются. Вот они, механические комбайны. Но они крафтятся даже легче, чем пилы, так что их можно крафтить, вообще не беспокоюсь. Теперь смотрим. Получается, вот эти все вьющиеся лозы здесь как раз растут, начинают расти, и смотрим. Идет комбайн, идет, и срубает, срубает. Да, замечательно, значит вся эта система работает. Это замечательно, и уже потихонечку, помаленечку это все начинает работать, крутиться и вертеться. Останется мне лишь здесь маленький нюанс, связанный с тем, что, во-первых, я разместил не соосно, надо будет сейчас всю эту систему передвигать. А во-вторых, нужно сходить, и надо быть себе немножечко еще на зарак чуть побольше. Ну, как-то так теперь выглядит вся эта ферма. И она успешно работает, я вам так скажу. Я уже здесь себе драйвер подключил, и он уже насобирал. Маловато, конечно, но достаточное количество лозы, чтобы можно понять, что эта система у нас полностью работает и функционирует. То есть теперь я могу с полной уверенностью сказать, что вот это вот у нас завершен квест, и вот этот тоже завершен квест. Теперь нам нужен огненный экскорт. Я думаю, этот квест достаточно несложный, нам просто нужно использовать горелку с полоха на эфрите. У меня есть тут пустые горелки с полоха, которые я находил в зданиях, но в принципе они крафтятся у нас не очень-то и сложно. У нас уже есть известная крепость в аду, так что мы просто берем, идем в ад и запиховываем этих эфритов в эти горелки. А вот и первый эфритик, привет, полезай сюда. Но я сделаю еще себе, пожалуй, несколько штук этих самых эфритов, потому что они очень легко, я знаю, могут испортиться, и мне очень сильно не хотелось бы этого. Тем более, что это делается так легко. Пока я в аду, я, пожалуй, сразу завершу этот квест. Так, теперь дальше нам нужно выполнить дистилляцию души. В подогреваемую смесительную чашу нам все это нужно поместить. Ладно, я не представляю, как это сделать, но в любом случае для этого квеста нам ад не понадобится, и сюда возвращаться не нужно будет, так что мы с полной уверенностью отправляемся домой. Ну, в принципе, достаточно понятно. Нам просто нужно плакучую лозу и вьющуюся лозу поместить в смешиватель. А под смешивателем мы должны разместить обычную горелку с полоха, что, в принципе, достаточно очень легко нам будет сейчас сделать. И на выходе мы как раз получим жидкость какую-то. А из этой жидкости мы что будем делать дальше? Мы эту жидкость будем капать на механизм. На вот этот самый механизм, который у нас здесь вот находится, если я все правильно понимаю. Получается, на механизм точности, который мы получаем в другом конце базы, мы будем капать сначала жидкость, вот эту самую, потом лаву, и только потом мы будем получать инфинальный механизм. А он нам нужен только для нескольких вещей. Я подлежу, для контроллера плавилки и для прочего. То есть нам не нужно такое сильно потоковое производство, и это можно сделать, ну, в более-менее каком-то таком поломальском масштабе. Так что будем делать это, держа в голове, что это будет нечто такое постоянно временное. То есть, допустим, я хочу, чтобы отсюда предметы попадали вот в этот драйвер. И я думаю, что у нас это все успешно получается. Для того, чтобы из драйвера более удобнее распространять отсюда предметы, все, которые здесь у нас копятся. Теперь же у меня здесь есть латунные воронки, которые слева я делаю фильтр на вот эту вот лозу, а справа вот на эту вот лозу. И теперь у меня здесь, получается, должен идти единый вал, для того, чтобы это все безобразие попадало в обычную чашу, которая будет располагаться примерно вот здесь вот. Под ней, получается, под чашей, как я сейчас разместил, должен находиться горелка всполоха. Замечательно. А вот здесь вот, получается, должен находиться механический смешиватель. Стало сделать за малым, сюда подвести всего пару крутящихся моментов, и заработает это все. Конвейеры я здесь разместил. Теперь, получается, здесь, здесь должны быть антезитовые воронки, которые будут высасывать все то, что в них попадает. Также, нюанс, мне нужны еще здесь строительные блоки, вот здесь вот и вот здесь вот разместить, для того, чтобы конвейерная лента не перекидывала из себя все предметы, которые она здесь добывает. Теперь мне, получается, нужен крутящийся момент вот сюда. Да, замечательно, это все вращается у нас, только вот эти вот шестеренки, которые приходится здесь размечать, мне очень сильно не нравятся. Возможно, я потом это все заменю, если будет какое-то желание. И осталось мне вот сюда вот, получается, подвести крутящийся момент, но он мне быстрый и не нужен, собственно, поэтому даже вот такого вот мне подойдет сюда. Все, теперь это крутится-вращается, меняю направление латунных воронок, так что это все у нас работает в нужном мне формате. Я всего парочку сюда сейчас закинул лозы, для того, чтобы остальную лозу здесь разместить, ведь она размечена недостаточно везде. И поэтому ее рост здесь такой медленный, хотя хотелось бы мне гораздо больше. Так, получается, здесь у нас есть и лоза, и вторая лоза. Под ним стоит горелка сполоха, но ничего не происходит, хотя есть смешивание. Сполох должен быть накормлен какими-то предметами, для того, чтобы он это нагревал, то есть его вручную сейчас мне придется немножечко накормить. Но уголь у меня тут есть, давайте его накормим. Кушай. Опа, все, разогрелся, посмотрите на него. Его можно, получается, сразу несколько скормить, но я думаю, что это не так, как мне нужно, это будет все работать, так что ничего страшного. Так, теперь мы берем жидкостную трубу, делаем из нее вот такую вот трубу. И все это нам сейчас, получается, нужно засунуть в обычный дозатор. И здесь, получается, еще три дозатора должны стоять, в которые будет попадать лава. Лаву мы сюда, скорее всего, просто ведрами натаскаем, потому что, опять-таки, это все временно. Хотя мне давно хотелось бы себе иметь способ по генерации этой самой лавы. Так, получается, мне нужно сейчас взять ведро и засунуть эту жидкость в ведро, для того, чтобы реализовать всю эту систему себе сейчас. То есть, вот здесь у нас находятся латунные механизмы, они выплескиваются на линию и обрабатываются здесь с помощью жидкости. Так, теперь мне нужно, получается, вот сюда вот, во-первых, передать крутящийся момент и передать крутящийся момент вот на эту конвейерную линию. Успешно я теперь здесь помпу себе запитал, теперь я делаю ей правильное направление. Пришлось мне ее запитать вот из этого отверстия только потому, что немножечко не так, как хотелось бы мне это все работает. И если я подключаю ее к более быстрой системе, это все просто берет и стопрится. Это, конечно же, мне не хотелось бы. Я, получается, здесь размечаю драйвер, в который будут попадать механизмы вот этой вот точности, прочности, как только они все обработаются. Жидкость здесь появляется, успешно появляется, но, к сожалению, мне не хотелось бы, чтобы она пока что появлялась, потому что мне нужно дождаться, когда у меня появится достаточное количество лазы, чтобы я ее здесь сначала выстроил. Она у меня здесь появилась, а только после этого я буду ее использовать в системе. Не стоит не спорить, что, конечно же, я сделаю те самые механизмы, какой там нам нужно прочности, но я сделаю это, как только сделаю так, что у нас вся лоза будет расти на наших плотациях. Так, лаву я сюда принес, но, к сожалению, ее почему-то нельзя залить в емкости напрямую, что очень нелогично, как мне кажется. Придется использовать вот этот вот, наверное, баг для того, чтобы в него сначала закинуть лаву, а только после этого закинуть ее в эти самые жидкостные контейнеры. Так, я это все сделал, получается, и в тебя тоже нельзя закинуть лаву. А извините тогда меня, пожалуйста, как я должен это сделать? Как я должен в эти жидкостные контейнеры запихнуть ведра с лавой? Угу. А вот так вот, кстати, заработало у нас. Я просто здесь разместил предметный осушитель. Была здесь немножко по вкладке модификации Create, я узнал то, что есть такой блок. В него мы можем вручную запиховывать жидкость, из него она будет выкачиваться и помещаться в какой-нибудь резервуар, который мы здесь разместим. Таким нехитрым способом у нас получилось здесь это все сделать и организовать. И на будущее пусть вот эта вся система работает здесь и существует. Ура! Все, у нас создался первый инфернальный механизм. У нас создался успешно. И меня это просто очень сильно радует. Но, блин, как он трудно создается. Его нужно просто гигантское количество лавы и, мне кажется, вручную таскать это вообще не вариант. Нам сейчас нужно сделать так, чтобы выполнилось вот это вот достижение с дистиллирацией души. Для этого нам нужно сделать ведро с жидкостью вот это вот самое. Но это, к счастью, можно делать даже с помощью обычного вот такого дозатора. А вот и наше ведро с этой жидкостью. Забираем мы его сюда. Мы, получается, завершили вот этот квест. Вот этот квест с очень много лавы мы зря завершили прямо сейчас. Цинковая машина использует 24 ветра лавы. Ну, и, как я говорил, очень много. Один шкив со шланга может быстро справиться с ней. То есть, вот это вот все надо было размещать желательно где-нибудь в районе ада, где жидкости в виде лавы очень много. Спасибо, что написали об этом прямо сейчас. Я выяснил то, что нам необходимо сделать систему, которая будет выкачивать лаву из озер ада. Для того, чтобы делать вот эти вот самые инфернальные механизмы. Но с этим можно повременить и не делать в этой серии. Я, скорее всего, займусь этим за кадром и между сериями. На это уйдет колоссальное количество времени. Я не знаю, как это должно выглядеть и что должно представлять из себя, но я знаю точно. Для вот этой системы понадобится гигантское количество лавы. И это сделать просто сильно необходимо. Но где использовать вот эти вот инфернальные механизмы, я не представляю. Они понадобятся в штучном режиме. Даже в этих самых квестах пишется об этом. И для их производства нужны полуавтоматические крафты. Мне сейчас нужно побольше освободить инвентарь и надыбать себе побольше разнообразного рода лавы. Хотя бы вот в ручном режиме для того, чтобы скрафтить хотя бы один этот самый механизм, который здесь мне сильно нужен. Чисто для того, чтобы выполнить эту самую ачивку. Если честно, это занимает просто невероятно колоссальное количество времени. Я не знаю, минут 10 просто мой геймплей заключается в том, что я просто стою здесь и тыкаю правую кнопку мыши по вот этой штуке с ведром лавы. Я грешу на то, что просто у нас маленькая скорость вот этой вот самой помпы. И из-за чего вот этот вот весь механизм работает не так, как мне хотелось бы. Это можно автоматизировать, это можно как-то улучшить. Главное, что мы 8 штучек инфернального механизма получили. И это просто невероятно классно. С помощью которых мы сейчас с вами вместе сделаем супер-пупер какой-то там механизм, который нам очень понадобится. Я поизучал эту тему, у меня было до сейчас время на это все. И нам понадобится делать цинковую машину из цинковых листок. Цинковый корпус я делаю, создаю цинковую машину и завершаю до конца вторую главу. Замечательно, я забираю с нее, конечно же, квестовые предметы в виде инфернального еще механизма, который крафтится достаточно дорого. Пусть они у меня здесь находятся, я как бы сильно не против. И получается у нас таким образом вторая глава полностью завершена. Дальше нам предлагают как раз перейти к третьей главе. И я ее открываю у себя, она у нас также здесь появляется. И здесь сразу, не знаю, появляются такие вот предметы, которые... Первая реакция на них это как страшно, как здесь всего находится много и как это непривычно. Но с этим нам предстоит разбираться уже в следующей серии. Ну а пока, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покор и слугам Амамору. Мне предстоит гигантская работа за кадром. Ну а мы с вами еще услышимся.